Всем привет! Мы сегодня опять в лесу и мы сегодня уже в новом месте. Делаем разведку и набрели в лесу на яблоки. Самые крупные экземпляры, конечно, мы сейчас наклоним, лишь бы в лоб не стукнуло. Какие шикарные. Шикарно. Пока нет грибов, можно брать и это. Друзья, наша первая находка в лесу. Зонтик пестрый. Выглядит он, конечно, на вид как мухомор, но его главное отличие в том, что его чешуйки коричневого цвета, у него всегда вот такие вот густые пластинки. И главное отличие его от ядовитых двойников, это свободно вращающееся кольцо на ножке. Видите, оно ходит туда-сюда. Ножка всегда к основанию у него клубненосная. Хороший съедобный гриб, мы берем его для того, чтобы жарить в кляре. Классно. Хорошие находки леса радует. Настя нашла тоже свой первый гриб и это гриб печеночный. Печеночница, тещин язык. Все по-разному его называют, кому как удобнее. Этот гриб очень вкусный, очень полезный. Он на вкус очень кисленький, потому что содержит очень много витамина С. Поздравляйте с шикарной находкой. Срезай под корешок его. А он сам. Сам? Хороший грибочек. Смотрите, какой он чистый. Красный сок дает. Да, у него такой сок красноватого оттенка. Внешне напоминает правда орган печени. Видите, даже есть вон сок. Класс. Но уже вполне приличный гриб, который можно брать. На срезе покажи. Сначала он будет такого бледного цвета, а потом появится красноватый сок. Еще одна находка. Смотрите, прямо в дупле. Мы сегодня будем врываться по печеночному грибку. Ну, уже такой, смотрите, прямо лопнул. Небольшой, но уже сок пускает. Можно брать. Доставай. Паутина. Операция «Ы». Имидж не что, жажда все. Страшно. Страшно? Паук? Нет. Ой, хорошенькая. Смотрите, чистая. Прям такой экземпляр классный. Уже сок прошел. Прям потекла кровь. Смотрите, ребят, вот кустик. Дальше вот идет вот кустик. Дальше вот тут по стволу мелкий. Вот. Вот какой большой. Там внизу. Вот тут продолжается. Наверняка еще с той стороны. Нет, с этой нет. С этой только. Вот такие вот грибочки. Похожи на вешенку. Получается вот такой вот ствол. А это вторая нормальная находка до сегодня. На безгрибье и кораллы грибы. В Приморье, кстати, вот в дальневосточных регионах их очень любят собирать. Я тоже их очень люблю собирать. Они мне очень понравились. В жареном виде. С картошечкой. Там где-то, да, еще? Да. Вот. Картошки прям так не отваривают. Ты просто так его жарила, да? Нет, я варила. Вот его можно прям вот так вот. Отварила, да? Да, я немножко отварила. А они сильно уменьшаются в размере? Нет, они, по-моему, вообще не уменьшаются. Смотрите, друзья, какие молодые сегодня нас радуют зонтики. Погремушечка. Помните, в том году мы начинали их косить где-то с конца июля. Сегодня у нас 20 июля. Ну, в принципе, уже, да, конец месяца. И на одном месте целая полянка растет. Вот, наверное, один. Второй побольше прям шарик такой. Зонт этот называется пестрый. Колечко по нему еще не бегает, потому что шляпка еще закрыта. Поэтому выглядят они вот так, как погремушки. И вот они брят. И вот третий резервляр. В принципе, мы тоже такие можем брать. Раскрытые, конечно, они прям лучше подойдут на жарку в кляре. А эти можно просто пожарить в закрытом виде. Тоже будет неплохо. Так как сегодня у нас не особо грибной день, мы берем и это. О, смотрите, ребят, настоящий клещ. Сегодня буду косить я. Алинирожки и зонты. Нет нормальных грибов у нас, по-моему. Только вот так. Сегодня все нормально. Беляшки не начинаются. Как бы мимо не прошли наши беляшки. Побежали они все в Москву. Угу. И это у нас товарищ зонт. Вот так. Классно. Нашли поляну. Целый ведьмин круг зонтов, смотрите. Вот получается считаем вместе с вами один. Я уже немножко его сломала. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И вот маленький девятый. Девять зонтов на одном месте. Ух, какой. Смотрите, какой богатырь. Нога какая. Бомба. Ну, нам нога не нужна. Мы берем, в принципе, только шляпки. Погремушечки сегодня просто у нас. Мы сюда вернемся не скоро, поэтому оставлять мы их не будем. Вот. Ну, ладно, я сегодня рада хотя бы этому. Классные зонтики. Прям самый пик начался сейчас. Суперский. Зонтик пестрый. Олени рожки. И зонты, больше ничего. И печенка. Периодически. Надеюсь, печенка еще сегодня повезет. Больше, чем с нормальными грибами. Рассчитывали, конечно, на более благородные. Но пока их не видно вообще. Даже зарождающихся. Что ж так долго, не знаю. Такой молоденький. Вот, смотрите, один уже погиб стоит. Рейша. А этот прям классный. Прям молодой. Ну, мы его заберем с собой. И все его выкручу еще. Ух, какой. Смотрите. А сушится только шляпка? Все полностью сушится. В лечебных профилактических целях. Забираем. Рожек хоть косой коси. Сегодня прям у нас очень много. Я прям замариную, наверное. Вот спустились сейчас в овраг. На валежниках тут у них просто тьма. Берем, потому что сегодня, видите, результаты совсем не радуют. Глаза разбегаются. Грибная лапша. Ты говоришь, по вкусу они как макароны, да? Ага. Как макароны, которые быстрого приготовления. Ролл там. Ну, что-то, да, похоже на такое. Ну, значит, у нас сегодня будут грибы быстрого приготовления. Я уже с килограмм набрала. Вот такой вот гриб сейчас часто встречается. Люди неопытные. Грибники могут спутать этот гриб с опятами летними. Но этот гриб называется калибия веретеногая. То есть не зря, видите, такая ножка у нее вертлявая. Этот гриб ядовитый. Кто-то берет. Вообще считается как слабо ядовитый гриб. Но лучше, конечно, не рисковать и не брать его. Тоже встречается он с семьями. Отличается затемненной ножкой к основанию. Такой вот весь кудрявый. Симпатичный. И растет у основания погибших деревьев. Ну, как и опята, в принципе, под корой прячется. Очень прям, да, некоторым может напомнить опенок. Но нет. Это не опята. Видите? Пахнут грибами очень ярко выраженно. Приятно так. Настя нашла свой первый зонтик. Дай сначала его вот так вот сорви. Сорви. Большой такой. Сочный. Все как положено. Кольцо. Кольцо. Клубневидный корень. Блин, я его содрала. Ну, ничего страшного, можешь его вообще убрать. В принципе, ты же его есть не будешь. А что вырезать? Он вот так ломается. Хорошенький. Зонтик пестрый. Покажешь поближе. Вот такой. Видно? Да. Оторвала я кольцо. Ну, короче, вот такой вот он. Рады? Да. Что такой красивый? Классный. Вешенку нашли, ребят. Смотрите. Прям на дороге реально была. В лесу главное ничего, а здесь вешенка. Вот тебе и на. Ее бы в отдельный пакет, может быть, собрать. Дорогу, посмотрим. Вот она, вешенка обычная, легочная наша вешенка летняя. Может, посмотрю. Она такая ароматная, просто бомба. Ну, есть уже эти муравьишки. Разбегайтесь, муравьишки, а то я вас домой увезу. Зонтики нас преследуют уже на выходе. Гремуш. Жалко, что они не раскрытые. Самое интересное. Один, два, три. По гремушке. Прямо по дереву в тенечке спрятались. Класс. Красавчики. Начинает поспевать ежевиком. Местами. Где-то крупная, где-то мелкая. Вот мы тут мелкую нашли. Сейчас немножко в худочке тоже себе наберем. Вот такая вот она. Не очень крупная, но очень сладкая, кстати. Да, вот это у нас сегодня был поход. Лес просыпается, оживает. Появляется у нас все больше разнообразия грибов. Не встретили мы сегодня ни лисичек, ни груздей, ни сыроежек никаких вообще. Но мы встретили очень много новых грибов для себя сегодня. Это были печеночница, олени рожки. В таком большом ассортименте, как вы могли сегодня наблюдать. Зонтики. Зонтиков было очень много. Прямо там у меня в пакете прям хорошо. Некоторые очень тяжело транспортировать, потому что они очень большого размера. Зошинка легочная. Яблочки и ежевика. И это только начало. И сегодня, напомню, 20 число. 20 июля. Все только начинается. У нас впереди очень много интересных грибов. На сегодня мы с вами прощаемся. Мы ждем опять дождя, потому что того, что прошло, нам не хватило в лесу. Грибы, как в прошлом году, не активировались. Такой волны, как в прошлом, пока нет. Надеемся, что пока. Продолжаем смотреть ролики средней полосы. Продолжаем кусать локти. И едим то, что находим здесь. Вам желаем хороших сборов, полных корзин. И прощаемся. До следующих выходных. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова